МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина, сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия за! Чебоксарцы присоединились к всероссийской акции в поддержку народа Крыма. Наши в Каннах. Чебоксары привлекли внимание на выставке МИПИМ-2014. Братья по крови. Чебоксарские студенты пополнили ряды доноров. Сегодня, 18 марта, глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве, в Кремле, присутствовал на выступлении президента России Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества. Тема обсуждения очевидна. Это результаты референдума в Крыму и Севастополе и их обращение о приеме в состав Российской Федерации. Одновременно во многих российских городах, включая Москву, проходят митинги. Жители нашей страны выражают согласие с таким решением крымчан и севастопольцев. В столице Чувашии люди собрались на площади республики. Оттуда несколько кадров, иллюстрирующих позицию чебоксарцев по крымскому вопросу. Известие о том, что сегодня, 18 мая, подписан договор о принятии республики Крым в Российскую Федерацию, в Чебоксарах восприняли вполне ожидаемо. С нашей точки зрения, это не только логический результат усилий, предпринятых властями и жителями Крыма, но и торжество доброй воли. Это не просто решение, это победа, огромная победа добра над злом. Это победа бразумия над безумием, фашистским безумием. Это победа народа над украинским олигархатом. Это наша общая победа, это победа всего славянского мира. Сегодня президент не случайно вспомнил Югославию, вспомнил Косово, вспомнил, как бомбили Благодарцы. Потому что, если бы сегодня мы не победили, то не исключено, что следующим этапом была бы наша страна, была бы Россия. Поэтому оценить сегодня трудно. Я думаю, мы ее оценим со временем. По крайней мере, то, что сегодня произошло, это праздник. Это большой праздник для всех нас. У нас учебно-тренировочные сборы проходили раньше в Евпатории. Поэтому мы очень любим этот народ. Это очень, знаете, по-украински с широкой души люди. Это замечательные, хорошие спортсмены. Действительно, и спортсмены сильные, и есть чему поучиться. И когда составляешь единое целое и в спорте, и в жизни. Это самое главное в любом государстве, в любой стране. Действительно, это большой-большой праздник большой страны. Украинская мудрость советует друга Шукай, а знает Эш Тримай. На русском тоже достаточно советов о том, как надо дорожить дружбой. И совсем скоро к этим рекомендациям добавится еще одна. Предполагается, что в Крыму будет три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. Впрочем, слова дружбы и родина произносятся не языком, а сердцем. А потому понятно всем. Сейчас, когда президент страны Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством и распорядился одобрить проект договора о принятии этой автономной республики в состав России, с новой силой возобновились разговоры о том, как юридически будет проходить процедура вхождения нового субъекта федерации, какие финансовые и экономические последствия она может повлечь за собой. Вполне закономерно, что итоги референдума обсуждались и на встрече главы республики с представителями парламентских фракций. Крым решил присоединиться к России. Там живет немало наших земляков и в сложный переходный период их надо поддержать. Так считает большинство здравомыслящих людей. В фракции «Справедливая Россия» другой взгляд. Домыслы появляются раньше конкретных решений. Это создает иллюзию негативных последствий объединения. На деле все оказывается не так. Если бюджетные и трансферные отношения выстроены, резервы у Российской Федерации есть. Если там какая-то помощь будет на первоначальном этапе, это будет за счет определенных резервов. В Каннах завершилась традиционная выставка мирового рынка недвижимости «МИПИМ-2014», на которой впервые представила свою экспозицию «Чувашия». Инвестиционную привлекательность Чебоксара отметили не только представители Министерства регионального развития России, но и ведущие европейские девелоперы, архитекторы, эксперты. Кадры, которые навсегда войдут в городскую хронику в нашем информационном выпуске. Россию на МИПИМе представляли 20 регионов. Чебоксары презентовали несколько инвестиционных кейсов, в том числе проект реконструкции исторической части города. Заместитель министра регионального развития России Светлана Иванова стала первой, кто сделал вклад в подготовку к 550-летию Чебоксар, опустив символическую монетку в копилку инвестиций. Сегодня подписан указ президента страны о праздновании этих юбилейных дат. Мы получаем федеральное финансирование более 8 миллиардов рублей. Пока еще не получили, и поэтому хотели, чтобы с вашей легкой реки, Светлана Владимировна, после того, как вы опустите монету в нашу копилку, мы получили как федеральное финансирование, так и средства инвесторов, которые здесь приобретем на этой выставке МИПИМ. Еще дороже оценили участники Чебоксарской делегации комментарии замминистра, которая сказала, что Чебоксары – лучший город, все СМИ могут это процитировать. Хочется надеяться, что такое же впечатление останется у итальянских и испанских архитекторов, голландских производителей аттракционов, французских строителей фонтанов, которых уже ждут в Чебоксарах согласно достигнутой на выставке договоренности. Проект сам по себе большой, мы, в принципе, недавно стали заниматься, поэтому проектом нужно еще очень сильно поработать, чтобы на уровне представить не только город и республику. Мы проект рассматриваем не только как региональный, как межрегиональный. Эффективными оказались встречи и с представителями российских компаний. На них были рассмотрены модели частного государственного партнерства, в том числе по концессии, где четко прописываются обязательства муниципалитетов и инвесторов. Мы предоставляем возможность инвесторам убедиться в том, что Чебоксарская республика, город Чебоксар – это уникальная площадка для международного сотрудничества, для вложения инвестиций. Мы показываем, что регион открытый, мы показываем то, что Российская Федерация открыта для иностранных, зарубежных инвесторов. Что делать потребителям при нарушении их прав и как вести себя в спорных ситуациях? Эти и другие вопросы на конкретных примерах рассмотрели сегодня специалисты Роспотребнадзора на прямой линии в Чебоксарской городадминистрации. Звонки раздаются один за другим. Эта прямая линия оказалась не только прямой, но еще и горячей. Представители Роспотребнадзора каждую жалобу фиксируют. На одни вопросы реагируют сразу, на другие просят временное уточнение. Мужчина, проживающий в микрорайоне Байконур, обращается в общество защиты прав потребителей уже не впервые. По его словам, от посетителей, работающего в стенах его дома пивного бара, много шума. Жители очень беспокоят, что увеселительное заведение находится рядом с несколькими детскими центрами. С нашей стороны мы, конечно, полномочий по закрытию предприятий по требу рынка, конечно, не имеем. Мы несколько раз выходили, данное предприятие обследовали, предупреждали. Если, значит, у них с их стороны никаких изменений не было, значит, по недопущению впредь вот таких, значит, шумов или там всяких около данного кафе различных разборок со стороны посетителей, которые уже слегка пьяны, да, поэтому ваш вопрос теперь будет, она в особом контроле. Другой дозвонившийся потребитель стал невольным свидетелем, когда бабушка случайно уронила банку молока с прилавка и сотрудники магазина обязали ее заплатить за испорченный товар. Такая ситуация знакома многим, но как вести себя при таком раскладе, знают не все. Если вы не пробили на контрольной кассовой технике товар и не оплатили его товар, значит, ответственность все несет продавец. Все действия, которые были направлены в отношении престарелого человека, когда она покупала, были неправомерны со стороны администрации продавца. То есть не обязан, так? Нет, нет. О том, что товар можно вернуть или обменять в течение двух недель, знает практически каждый житель нашей республики. Однако интересные вопросы возникают даже в таком, казалось бы, на первый взгляд, простом случае. Купила дорогие часы 10 дней назад. По совету продавцов пошла в мастерскую. Мне нужно было урезать браслет широкий был очень. Сняли два звена. Эти два звена я храню в коробочке от часов, они у меня есть. И вот сейчас 10 дней хожу с этими часами, я смотрю, они постоянно отстают. Я бы хотела обратно их в магазин сдать, а может быть обменять, но лучше сдать. Вот что мне теперь делать? Согласно закону, если в товаре есть какой-то брак, то потребитель вправе написать претензию, отказаться от него и вернуть деньги. Приводить товар в первоначальный вид, к примеру, как в этом случае с часами, возвращать звенья браслета на место не обязательно. Такие прямые линии с участием профильных специалистов полностью проблемы за потребителей, конечно, не решат. Однако могут подсказать жителям республики, как правильно себя вести в спорных ситуациях. Оксана Замятина, Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов. Республика. Обычно весной студенты вузов сдают зачеты и экзамены. А сегодня сдавали кровь. Все подробности в нашем сюжете. Сегодня им простительно прогуливать пары студента ЧГУ. Собрались перед главным корпусом с благородной целью поделиться своей кровью с нуждающимися. Я прочитала, что где-то полтора миллиона человек ежегодно требуют переливания крови, поэтому я тоже хочу помочь. Но я волнуюсь немного, и мне страшно. Подобные эмоции, наверное, испытывают все, кто первый раз оказывается перед дверьми станции переливания крови. Для того, чтобы привлечь в доноры как можно больше молодых людей, по всей стране с 11 по 17 марта проходила акция «День донорского совершеннолетия». Люди, которые хотят помочь другому человеку, конечно же, должны сдавать кровь. Хотя бы два раза в году. Для того, чтобы помочь другому человеку выздороветь, спасти его жизнь. Замены компонентов крови нет. Пока на сей момент никакой альтернативы компонентам, ни эритроцитам, ни тромбоцитам, ни плазме нет. День донорского совершеннолетия – это не значит 18 лет. Можно как долго начать. Можно даже в 60 лет начать. Но сегодня мы, конечно, поддерживаем тех ребят, которым 18 лет, которые первый раз пришли, и которые впервые сдают кровь. Специалисты отмечают – ценность представляет любая группа крови. Но чтобы стать донором, достаточно быть не моложе 18 лет, весить не менее 80 килограмм, быть здоровым. При себе желательно иметь хорошее настроение. Кстати, его студентам создавали прямо на месте. На площадке перед корпусом провели зарядку. Такие в ЧГУ организуются каждую неделю. Ну а после того, как разогнали кровь по венам, можно и на сдачу. Если честно, я немного волнуюсь, потому что я давно не сдавал. А так в целом ничего, хорошо себя чувствую. Считаю, что основным долгом у каждого человека – это помогать людям. Пожелали принять участие в акции более 200 человек. По медицинским показаниям подошли 156. В итоге Республиканский банк крови пополнился 80 литрами крови. Кстати, кроме морального удовлетворения от помощи ближнему, те же 18-летние доноры, кто сдал кровь первый раз, получили свидетельства и сувениры. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика. Детей в детских садах кормят хорошо. Так, судя по результатам опроса, думает большинство чебоксарцев. Чтобы выяснить, как родители относятся к питанию, которое предлагают в детских садах их детям, Управление образования администрации города Чебоксара в феврале провело специальный опрос. В анкетировании поучаствовало почти 16 тысяч мам и пап. Выяснилось, что 87% респондентов удовлетворены и качеством питания дошколят. Но, что интересно, многим не нравятся блюда из овощей. В администрации Чебоксар пояснили, для здоровья детей овощи необходимы. Это часть сбалансированного питания. И в меню должны быть не только мясные и молочные продукты. В республике началась реализация проекта «Этническая Чувашия». Деньги выделены из федерального бюджета по программе развития внутреннего и въездного туризма в России. На стройплощадке вместе с премьер-министром и министром культуры побывали мои коллеги. Пока здесь пустынно. Только рабочие ведут линию электропередач. Красивая многолюдность станет через несколько лет. Поляна в лесу заполнится интересными объектами. Через речку наведут живописные мосты. Большой гостевой этнокомплекс для туристов будет демонстрировать своеобразие чувашской культуры в эксклюзивном варианте. В класс «Этническая Чувашия» входят сразу два проекта. Это «Этнокомплекс Амазония» на территории парка «Пятисотлетие» города Чебоксара и комплекс «Ясно» в Кшашском сельском поселении Чебоксарского района. Для его постройки здесь выделено 58 гектаров земли. Здесь такая настоящая деревня планируется с гостевыми дворами в стиле чувашской архитектуры, с гостевым детским центром, со здравушкой по старинным методикам наших бабушек, когда врачевали благодаря травкам, общению с природой, жизни в гармонии с природой. Здесь же гостевой детский центр, который предполагает работу с детьми и в факультативном формате предмета экологии жизни. Это и экскурсионный маршрут, и мастер-классы. Проекты логически взаимосвязаны. «Этнокомплекс Амазония» – это начало туристического маршрута под названием «Великий Волжский путь», тогда как «Ясно» является его продолжением. «Этнокомплекс» делает Чувашию привлекательной для туристов и, возможно, поможет в привлечении инвестиций в регион. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Если завтра утром вы услышите вой сирен, пугаться и искать бомбу в убежище не стоит. Главное управление МЧС России по Чувашии напоминает, 19 марта в 10 часов по московскому времени будет проводиться проверка системы оповещения. Просьба к населению не прерывать свои занятия. В Чувашии задержали рыбаков. Только вот ловили они вовсе не на водоеме и вовсе не рыбу. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. 13 марта оперативники отдела КМВД по Чувашской Республике получили информацию о том, что неизвестные совершают кражи из терминалов при помощи денежной купюры с прикрепленной к ней веревочкой. К нами были установлены места, где происходит такое преступление, как мы называемая рыбалка. То есть это лица используют купюры с соответствующими зацепами и посредством данного вида преступления пытаются совершить кражу денежных средств. Злоумышленники были задержаны тем же вечером. Ими оказались жители Москвы. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело. Один из них оказался ранее судимым по статье 161, часть 1, грабеж. Второй, по предварительным данным, не судимый. Так называемых рыбаков чувашские полицейские задерживают не в первый раз. В январе были арестованы жители Тюмени, которых подозревают в кражах из терминалов Чувашии, Татарстана и Нижегородской области. Нужно или не нужно учить чувашский язык? Этот вопрос не раз встает перед учениками столичных школ и их родителями. А вот участники первой республиканской игры «Аслы Тытыщу» уверены, что родной язык знать важно и нужно. С подробностями наш корреспондент Ольга Алексеева. В командной игре по чувашскому языку состязались ученики седьмого по одиннадцатой класса русскоязычных школ Чебоксар и Новочебоксарска. Всего 19 команд. Такое количество любителей родного языка приятно удивило организаторов мероприятия. Нам важно, чтобы чувашский язык был распространен не только в деревнях, но и в городе среди молодежи. Ради этого мы организовываем такой конкурс, чтобы у детей был стимул учить чувашский и побеждать на таких вот конкурсах. Первое испытание – визитная карточка команды – домашняя заготовка. Участники показали любовь к родному языку через танцы, песни и стихи. Винн, чабра, чубномра, ежи, ехи, лейганна. Эр, чувашка, эр, чуваш, бурди, бурадаш. Второе испытание оказалось сложнее. Собрать слово из частей, указанных на спинах участников, смогли далеко не все команды игроков. Мы живем в Чуваше, это стыдно, не знаю свой собственный родной язык. Я не понимаю людей, которые говорят, вот зачем он нужен. Он обязателен, нашел. Всего жюри оценило 8 заданий. Участники писали диктант, объясняли значение сложных чувашских слов и демонстрировали знания пословиц. Дмитрию Сергееву испытания пришлись по душе. Любовь к родному языку ему с детства привил дедушка. Чувашский язык нужен для нашего народа, так как мы живем в Чувашии, он все равно пригодится. Сейчас многие языки уже относятся к умирающим, надеюсь, что чувашский никогда не будет отнесен к такому языку. Но надеюсь, что он будет так же популярным, как и английский, может быть, и русский. И все же, как выяснилось, далеко не все игроки знают чувашский язык в совершенстве. Многие только учатся. Итоги же конкурса подведут после того, как все 19 команд пройдут испытания. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Кстати, возможность проверить свои знания чувашского языка скоро представится всем. Вслед за тотальным диктантом на русском языке в Республике во второй раз пройдет акция «Единый чувашский диктант». Проверить себя на знания чувашской грамматики все желающие в этом году смогут 25 апреля. Проводить диктант будут в нескольких учебных заведениях города. Это ЧГУ, ЧГПУ, Институт образования, Чебоксарский педагогический колледж и Институт культуры. Кроме того, для тех, кто живет далеко от столицы, текст разместят на сайте Министерства образования Чувашии. Также сесть с ручкой тетрадью можно будет и перед радиоприемником. Текст прозвучит в эфире национального радио Чувашия. Кстати, проверять грамотность жителей в этом году будут с помощью текста поэтессы и журналистки Марины Корягиной. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин